Христианский журнал «Вера и жизнь». Нам пятьдесят лет. Дела Божии. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всём – любовь. Блаженный Августин. Под небом голубым Иду, бреду изморенной Под небом голубым. Разгонит ветер в стороны Моих сомнений дым. И благодать умножится. Исчезнут скорбь и страх. Напрасно строит рожицы Мой искуситель враг. Учусь любви, терпению. Сомнений больше нет. Христово воскресение – Залог моих побед. Мы на земле не вечные. Всему есть свой черёд. Бушуют ветры встречные. А я иду вперёд. Иду на взгорье падаю И разбиваю нос. Но всё равно отрадую Мне был и есть Христос. Николай Водневский. 1980 год. Вера и жизнь. Колонка редактора. Живая память. Живая память. С особым трепетом и даже благоговением Период воинствующего атеизма Доводилось услышать далеко не всем. Передачи из-за рубежа глушились. Прошли годы. Бог позволил нам подготовить к печати И издать книги Николая Водневского, Стать его преемниками в работе над журналом «Вера и жизнь». Юбилею нашего журнала Мы посвятили этот номер, Уважаемые слушатели. Но речь пойдёт не только об этой дате. Статьи, рассказы, свидетельства и письма, Проповеди и эссе посвящены ответу на вопрос, Заданный Иисусу Христу народом. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Пусть этот номер журнала Станет благословением для вас, Как и предшествующие номера Были благословением для нескольких поколений Верующих и неверующих читателей В более чем 60 странах мира. Об этом наша молитва. Будем искренне рады и благодарны, Если поделитесь с нами своим духовным опытом. Хочу закончить своё приветствие Словами апостола Павла Благодать Господа нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. 2 Коринфянам, глава 13, стих 13 Вера и жизнь Наша кредо Во что мы веруем? Мы веруем в следующие библейские истины. Страдающему человечеству нельзя помочь людскими средствами. Корень зла в порочной натуре человека. Сердце человека – духовный центр всех проявлений его жизни. Греховно, крайне испорчено, не поддаётся улучшению. Тот, кто мог бы стать спасителем человечества, должен был бы обладать способностью перерождать греховную сущность человека, заменять её сущностью иного, более высокого, совершенного порядка. Такой способностью никто из людей не обладает. Лишь Бог один, создавший и искупивший человека, возрождает сердце человека к новой жизни через личную, сознательную веру в Христа Иисуса, Сына Божьего, Спасителя мира и личного Спасителя. В Христе и только в Нём, возможно, говоря словами Христа, жизнь с избытком, жизнь победы над животными инстинктами, жизнь, господствующая над всеми нашими пагубными привычками, пороками и грехами. В Христе предельное познание, какое только доступно человеку на земле, познание Бога любви, источника всех благ, совокупности всякого совершенства. Спасение в Христе одном. В Нём осуществление всех запросов, чаяний и желаний бессмертной души человека. Христос – единственный Спаситель. Нет высшего идеала, чем Христос. Нет более достойного примера для подражания, чем Христос. Нет более благородной цели для служения, чем Христос. Библия говорит, Бог есть любовь. Любовь Божия – единственная, верная, нерушимая, в веках испытанная основа, на которой должна созидаться личная, семейная и общественная жизнь. Правильное отношение к Богу – единственный путь к истинно-братскому взаимопониманию между людьми. Церковь Христа святая не только по своему божественному происхождению, по своей сущности и целям, но святая и по действительной святости своих членов, так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. От божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия. Членами Церкви могут быть только возрождённые свыше люди, сотворившие достойный плод покаяния, ведущие освященную, отдельную от мира сего, жизнь и открыто с дерзновением проповедующие Иисуса Христа перед людьми. Церковь Христа умеет не только ценить дарованную Ей Христом свободу и стоять в свободе, но и жертвенно защищать свободу от всякого мирского влияния, заблуждений и материальной зависимости. Церковь Христа стоит перед современностью, так же, как в своё время предстала древнеапостольская церковь, во всеоружии всех своих утверждений, проистекающих из непреложного Слова Божьего. Она призвана удовлетворять все духовные запросы и нужды нашего поколения. Вера и Жизнь Проповедь Самое трудное испытание Большинство людей знают только тяжелую и темную сторону страдания. Для многих оно является жестоким врагом, врагом неумолимым, нечувствительным к боли, слезам и возмущению. Горе с сотней своих разновидностей затрагивает все стороны жизни – материальную, общественную, супружескую, а также семейную как в физическом, моральном, так и в духовном отношениях. Как зеркало лицо человека точно отражает переживаемое горе. Одни сохраняют при испытании горькую улыбку, другие – жестокий взгляд, иные – угрюмость с безразличной покорностью. Еще одни – боль, признаки которой ни время, ни люди, казалось, не хотели и не могли стереть. Дорогой друг, вы, который проходите через испытания, эти слова для вас. Они не несут вам ни искренних сочувствий, ни даже, как говорится, слов христианского утешения. Самые точные выражения и хорошо составленные фразы не в состоянии вам помочь. Наоборот, быть может, до сих пор они лишь усиливали боль и увеличивали ваше страдание. Я не знаю ни обстоятельств вашей жизни, ни сути страдания, ни ваших личных убеждений. Я не знаю, верующий вы человек или нет, имеете ли вы хоть какую-то веру и находите ли вы в ней отраду в своем горе. Я знаю только одно – вы страдаете. И этого достаточно, чтобы мне представить себя рядом с вами. Я не буду себя навязывать. Вы отнесетесь к моим словам, как захотите. Как верстовой столб, они просто укажут вам путь, ведущий к такому состоянию, где горе, хотя еще и существует, имеет другой вид. И последствия этого горя – ни страх, ни разочарование, ни возмущение, ни одиночество, ни пустота и ни отчаяние. Дорогой друг, вы страдаете. Но страдаете не в одиночестве, хоть вам и кажется подчас, что никто еще не проходил через подобные обстоятельства. Вы думаете о разрушенном счастье, несбывшихся мечтах, так как считали себя хозяином своей жизни, исполнителем собственных планов. Но то, что вы называете счастьем, не было ли в действительности лишь иллюзией? Благодаря работе и стабильному заработку вы никогда не знали нищеты. И вдруг теперь испытываете материальные трудности. Возможно, болезнь не позволяет вам работать, ставя в зависимость от других. Все это погружает вас в печаль. Вы хотели счастья, но сегодня могила отняла у вас самого близкого человека или же семейная драма разрушила ваш семейный очаг. Вы рассчитывали продолжать жить в детях и собирали для них богатство, строили планы. Вы хотели дать им то, чего ваши родители не смогли вам дать. И вот случилось, что ваш сын переехал на постоянное место жительства в другую страну. Или еще хуже. Став неблагодарным и бесчувственным к вашим желаниям и планам, он сделался чужим для вас, а, возможно, даже опозорил ваше имя. Бессилие, разочарование, счета, все счета. А вы говорите «нет». Вы возмущаетесь, вы встаете против судьбы, против Бога. Но это заблуждение, потому что возмущение против Бога и ропот ничего не изменят. Послушайте меня. То испытание, которое вы проходите, не есть истинная и первая причина вашей скорби. Человек по природе несчастлив. Доказательством этому является его жажда счастья. Его постоянная неудовлетворенность указывает на то, что, по сути, он несчастлив. Ничто ему не принадлежит. Он ничем не владеет. А ему хотелось бы заполучить всю Вселенную. Человек – это сосуд, созданный для того, чтобы его наполняли. Его сердце жаждет бесконечного. Но где же это найти? В этот мир человек ничего не принес и знает, что ничего с собой не унесет. Однако он был создан не для того, чтобы страдать. Он это знает. Он это чувствует. Его сердце желает радости, полноты счастья. Даже если он погружается в грязь и одновременно наслаждение хотя бы на один день. Человек должен признать одно. Его счастье зависит не от хороших или плохих обстоятельств его жизни, но прежде всего от состояния его души. Бывает, что богач несчастлив со всем своим несметным богатством, тогда как бедняк поет от счастья при своей бедности. Случается, что человек здоровый не перестает жаловаться, тогда как больной утешает и ободряет здоровых. Иногда женщина ничем не довольна и скучает, когда, казалось бы, все ей благоприятствует и служит к тому, чтобы ее радовать. А в это же время недалеко от нее радость освещает лицо бедной вдовы, которая вынуждена тяжело работать, но находит при этом время, чтобы помочь другим. Счастье не в обстоятельствах и не в людях. Счастье в Боге. Оно зависит от нашего отношения к Нему. Потому что хотят того люди или нет, Бог есть. С Ним могут считаться или нет, но Он есть. Но так как человек живет без Бога и не знает Его, то не имеет мира в душе. Когда он богат, то желает иметь больше. Когда окружен любовью, боится потерять тех, кого любит. Или желает иметь еще больше друзей. Когда здоров, не ценит того, что имеет. И вдруг в этом состоянии его постигает горе. Если он не испытывал настоящей радости, когда имел все в изобилии, как может быть доволен, если его постигли лишения? Только школа Божия могла бы научить его довольству. Если человек знал только земную любовь, любовь подобных ему людей, как он сможет понять, что существует божественная любовь, способная утешить сироту, заменить мать, отца, жену или мужа? Вот почему в тот день, когда смерть отнимает у него дорогого человека, быть может, самого дорогого на свете, он остается пораженным, разбитым, совершенно одиноким. Если человек никогда не прославлял Бога, как сможет он теперь, когда ранен и болен, восхвалять его и благодарить? Только общение с Богом научило бы его подчиниться божественной воле и искать во Иисусе силу, которая излечивает духовные раны. Человек прожил без Бога. Он забыл, что на этом свете есть господин и учитель, и не приготовился к его посещению. И так как его владыка не навязывал ему своего присутствия, не предъявлял на него своих прав, но давал свободу выбора, человек вообразил, что он сам себе господин и может здесь, на земле, всем обладать. И вот теперь, когда у этого человека, нечувствительного к многочисленным божьим благодеяниям, господин его берет то, что принадлежит ему, этот человек кричит о несправедливости, протестует и возмущается. Он хотел пользоваться жизнью без Бога, а теперь приходится и страдать без Него. Неужели это так? Неужели действительно Бог этого хочет? Нет. Нет и нет. Бог хочет только, чтобы мы поняли, что самое большое наше горе не является причиной наших печальных, тяжелых переживаний, но их причина в том, что мы оставили Бога. Отсутствие Бога. Вот что делает горе трагическим. Отсутствие того, кто выше горя, кто господствует над ним, кто держит кнут в своей руке, кто наказывает как отец, а не как враг или слепой случай. Горе – это экзамен, через который мы должны пройти. Но без Бога человек к нему не подготовлен. Он не знает экзаменатора, и ему кажется, что тот говорит на незнакомом языке. Экзамен его смущает. Ученик хотел бы сам спрашивать, вместо того, чтобы отвечать. Быть судьей, а не подсудимым. Горе всегда посылается нам с определенной целью. И эта цель – направить наши мысли и сердце к духовной действительности. Бог хочет, чтобы мы поняли, что лишь Он один пребывает всегда, и только духовная действительность вечно. Но для этого надо, чтобы Бог нам открылся, чтобы мы познали Его. Человек не верит в Бога не потому, что достаточно умен, а потому, что он об этом не думает, не хочет думать, так как духовный поиск для него неинтересен. И если он и допускает существование Бога, то часто, увы, живет так, будто Бога нет. Человек не впускает Бога в свою повседневную жизнь. Он страдает один, борется один, любит один. Он живет так, будто Бог не приходил на землю, не участвовал в наших радостях и страданиях, будто бы он был всего лишь великим незнакомцем, давным-давно отправившимся в высоту небес. Человек живет, отягощенный своими печалями, заботами, грехами, будто бы воплотившийся в Иисусе Бог не взял на себя всю тяжесть, физическую, моральную и духовную. Будто бы эти невероятные слова Священного Писания не исполнились, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исайя, глава 53, стихи 4 и 5. Дорогой страдающий друг, знаете ли вы Спасителя? Мое последнее слово для вас – Иисус. Вы нуждаетесь в нем, не только в историческом Иисусе из какого-то катехизиса, но в живом Христе, умершем за ваши грехи и воскресшем для вашего оправдания. Он сегодня облегчает все ваши скорби, окружая вас Своей милостью, проходя вместе с вами самые темные туннели. Вы нуждаетесь в Христе, который является вашим богатством, вашей мудростью. Только Христос способен заполнить пустоту вашего сердца своим чудным присутствием. Почему вы не идете к Иисусу? Не к религии, обрядов и догм, но к личности достойной поклонения, к тому, кто дает жизнь и является ее источником, о котором говорят нам Евангелие и Библия. Разве вы не слышите в этот момент его голос, обращающийся к вам? Придите ко мне, все измученные и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Матфея, глава 11, стихи с 28 по 30. Вы увидите, что Бог исполняет все свои обещания. В нем вы найдете Отца, знающего, в чем нуждается ваше тело и душа. И тогда ваше горе примет совсем другую форму. Вы увидите посланника небес, ведущего вас к Богу, источнику вечного счастья. Горе удалило от Бога только формалистов, людей с двоящимся сердцем, всех тех, кто в своей жизни не признает авторитета Господа, Его право воспитывать, обучать и исправлять свои создания. Бог через Иисуса Христа желает сделать своими детьми тех, кто пока еще не обладает Его жизнью и не отражает Его характер. Когда страдание принимается как милость, оно не замедлит принести тем, кто Его переносит, истинный плод праведности. И тогда победные слова апостола Павла станут вашими. Если Бог за нас, кто против нас, кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое, какое творение, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам, глава 8, стихи с 31 по 39. Автор Николай Водневский. Творить дела Божии Одна сестра из церкви мне сказала, «Вот вы нам говорите, чтобы мы жили по вере, жили по духу, а вы конкретно скажите по пунктам, что можно делать, а что нельзя». Когда люди спросили Иисуса, «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?», они, возможно, тоже ожидали, что Он конкретно по пунктам ответит им на этот вопрос. Но ответ был совершенно неожиданным. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Этот ответ породил новые вопросы, дискуссии. В результате многие из учеников Иисуса отошли от Него и уже не ходили с Ним. Так что же это за вера, о которой говорил Иисус? На основании того, что Библия говорит о вере, можно условно выделить три типа веры. Первый тип веры – это когда человек верит в существование Бога, но живет так, будто Бога не существует. То есть человек может быть по уши в грехах, но в то же время заявлять, что верит в Бога. В Библии написано, что подобным образом верят и бесы. Один человек, когда мы благовествовали ему во время одной из миссионерских поездок, сказал «Я верю, что Бог есть, но живу по принципу «Я Бога не трогаю, а Он пусть меня не трогает». Понятно, что это фактически неверующие люди». Второй тип веры – это так называемая временная вера, когда человек не просто верит, что Бог существует, но еще и время от времени не обращается к нему в молитве, особенно в трудных обстоятельствах. Может ходить в церковь и даже совершать какое-то служение. Но делать все это люди могут, например, из страха, выгоды или по причине каких-то еще эгоистических мотивов. Такие люди, как правило, живут своей жизнью, а Бог у них – лишь одна из многих ее составляющих. На Божьем суде они услышат приговор от самого Бога «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Эти люди никогда не были настоящими верующими. Люди с первыми двумя типами веры не смогут быть по-настоящему счастливыми на земле, и в вечности их ожидает ад. Третий тип веры – настоящая вера, которая обязательно приводит к решению. И это решение – самое важное определяющее решение в жизни человека, которое в Библии называется покаянием. Покаяние – это не просто попросить у Бога прощения за свои грехи. В греческом оригинале слово «покаяние» дословно переводится как «раскаяние», изменение жизни, отвращение от грехов, возвращение к Богу, перемена мышления. Сам человек, оставаясь грешным хозяином своей жизни, не способен на такое кардинальное изменение. Поэтому Иисус Христос пришел в этот мир, принес себя в жертву за наши грехи, чтобы спасти нас от власти греха. Он предлагает, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Отвергнуть себя это фактически означает отречься от контроля над своей жизнью, пригласить в нее Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Представьте себе, что у вас в руках чистый бланк договора с Богом относительно вашей жизни. Вы подписываете его, отдаете Богу и просите, чтобы он заполнил этот чистый, предварительно подписанный вами бланк так, как ему угодно, чтобы он определил, как пройдет ваша жизнь. Настоящая вера это полное доверие своей жизни Богу, ведь только он может сделать нас в библейском смысле слова счастливыми людьми на земле, а в вечности подарить Царство Небесное. Итак, ответом Иисуса на вопрос о том, что делать, чтобы творить дела Божии, был фактически призыв к действенной и настоящей вере. В нашем случае это третий тип веры, это не просто одноразовое действие, раз и навсегда, это выбор всей нашей жизни, который мы подтверждаем каждый день. Этот выбор предполагает, что мы будем прилагать все усилия для нелегкой борьбы с грехом. Настоящая вера это небеззаботная стабильность, которая со временем может превратиться в застой. Это путешествие длиною в жизнь с различными приключениями, где мы рискуем что-то потерять, иногда даже жизнь, оставаясь верными Богу. И в этом путешествии нас ведет любящий всемогущий Бог, который не делает ошибок, никогда не подведет, даст силы пройти через любые испытания, даст настоящую радость в жизни и в конечном итоге приведет нас в Царство Небесное. Дорогой друг, а ты уже сделал свой выбор. Автор Виктор Танцюра Вера и жизнь Несколько вопросов к читающим Библию Кого имеет в виду Давид, говоря в Псалме 54-м? «Не враг поносит меня, не ненавистник мой превозносится надо мной, но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой». Своего советника Ахитофела Кто говорит о себе, что колени его изнемогли от поста? Давид «Чини это слова Научи меня исполнять волю твою, потому что ты Бог мой». Давида Дополни стих «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Отчего происходит раздор? От высокомерия Что противопоставляет зависти мудрый Соломон в своих притчах? Кроткое сердце Что делает человека медленным на гнев? Благоразумие Что делал Иисус перед избранием двенадцати апостолов? Пробыл всю ночь на горе в молитве к Богу. О ком Иисус сказал? Он был светильник, горящий и светящий. Об Иоанне Крестителе О ком писал апостол Павел, что они преизобилуют верой, словом, познанием и всяким усердием, и призывал их преизобиловать также радостью добродетели? О Коринфянах Вера и жизнь К пятидесятилетию журнала Исполнение мечты В 1950 году Николай Александрович Водневский с семьей переехал в США из Германии, где был в плену. Уверовал он в 1948 году и за два года прошедших с того времени уже стал известным христианским писателем и поэтом. Сразу же по приезду на новое место жительства Николай Александрович влился в евангелизационную работу среди славян, публикуя статьи «Ответы на вопросы читателей в ежедневной светской газете «Новая заря». Он также сотрудничал с Павлом Рогозиным, издававшим журнал «Христианин» с 1945 по 1965 год. Публиковал стихи, статьи и проповеди в различных иммигрантских изданиях в разных странах, а также издавал сборники со стихами и прозой. В 1966 году Николай Водневский основал при Тихоокеанском объединении евангельских христиан-баптистов еженедельную газету «Наши дни», главным редактором которой он был с 1966 по 1973 год и с 1993 по 2008 год. В 1973 году сотрудники миссии «Свет на Востоке» посетили США. Познакомившись с Николаем Александровичем и узнав о его страстном желании служить словом своему народу, руководство миссии предложило ему подготавливать и записывать христианские радиопередачи, на что он с радостью согласился. Более того, Николай Александрович предложил миссии «Свет на Востоке» издавать журнал, посвященный благовестию среди рассеянных во всем мире его земляков. Первый номер журнала вышел в 1974 году. Многие годы Николай Александрович составлял журнал сам, набирал текст на пишущей машинке, вырезал из газет слова и буквы и составлял из них заголовки, наклеивая текст, иллюстрации и заголовки на плотную бумагу. Составленный таким образом макет журнала он посылал по почте в Германию, где в типографии по нему подготавливались матрицы и печатался журнал. Назывался он в то время «Вера и жизнь» «Альманах», посвященный благовестию во всех странах русского рассеяния, укреплению и углублению духовной жизни верующих и молитвенному их объединению. До сих пор у нас есть читатели, которые помнят первые номера журнала и то, каким благословением для них было живое слово проповеди Николая Александровича, теплота его поэзии и находившее свое выражение и всегда присутствующая в ней щемящая тоска по далекой родине. Один из моих друзей сказал мне, что учился литературному русскому языку, читая вслух журнал «Вера и жизнь». Это было для него очень важно как проповеднику на христианской радиостанции. Другой мой друг, живший в те времена в Аргентине, рассказывал, что для него журнал стал окном в новый мир, светлый, христианский, свободный от унылой религиозности. В 1987-88 годах в миссии «Свет на Востоке» всю административную и издательскую работу компьютеризировали. Николай Александрович присылал тексты в миссию. Их здесь набирали и подбирали иллюстрации. А со временем и весь журнал стал создаваться в миссии «Свет на Востоке». Николай Водневский, как главный редактор, присылал свои статьи, стихотворения и следил за общим направлением развития журнала. В то время тираж составлял пять тысяч экземпляров, что для христианского журнала, издававшегося для славянской диаспоры, было весьма значительно. В миссии «Свет на Востоке» ответственным за составление и оформление журнала стал Андрей Андреевич Цорн. Журнал изменился, когда пришла перестройка. Круг читателей стремительно рос. В какой-то мере изменились вопросы, волнующие читателей. Со сменой поколений появлялись новые представления о том, что красиво, что и как воспринимается читателями. Для Николая Водневского это постепенное прощание с журналом было непростым. Во время одного из богослужений в Брайтской церкви, в Вест-Сакраменто, он благословил меня как своего преемника в этом деле. Ко времени, когда журнал можно было свободно посылать в Советский Союз по почте, его тираж достиг 50 тысяч экземпляров. Сначала была предпринята попытка рассылать журнал для читателей в СССР из Литвы, где миссией и литовскими друзьями был создан для этой цели специальный фонд. Но вскоре была основана миссия «Свет на Востоке» в городе Киеве, и все журналы, а к этому времени уже вышел и первый номер журнала «Тропинка», стали рассылать оттуда по всему Советскому Союзу. Всю работу с читателями, упаковку и рассылку журналов взяла на себя семья Василия Ивановича и Аллы Адамовны Давидюк, ставших основателями нашей миссии в Киеве. Жили они в то время на девятом этаже многоэтажного дома. Все комнаты и балконы были заставлены коробками, пакетами, пачками больших конвертов. Со временем у миссии появился склад и офис. Тиражи журналов перешли границу ста тысяч экземпляров. Письма читателей приходили с почты мешками. К рассылке журналов добавилась рассылка книг, а также священного писания, которые доставлялись в миссию грузовиками из Германии. На журналы подписывались и светские библиотеки со всего Советского Союза. А после его распада библиотеки вновь образованных государств. Тиражи журналов в это время превысили цифру в 150 тысяч экземпляров. А так как тропинку, например, можно было читать во всех детских библиотеках, количество ее читателей перевалило за миллион. Число читателей журнала «Вера и жизнь» перешло границу в 500 тысяч и держится приблизительно на этом уровне и по сей день. С образованием новых государств на территории бывшего Советского Союза снова появились границы. Рассылка журналов была перенесена в возникшие по всему СНГ Содружества независимых государств партнерские организации. С возрастанием национального самосознания в этих странах появилась необходимость издавать журналы на языках этих народов. Таким образом, у журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка», так сказать, родились дети. Теперь журналы можно читать на казахском, киргизском, литовском, румынском, болгарском, грузинском, украинском, немецком и армянском языках. В этих странах есть свои редколлегии, журналы адаптируются не только к языку, но и к культуре народа. Зайдите в открытую электронную библиотеку нашей миссии. Вы удивитесь и порадуетесь с нами. Если вначале «Вера и жизнь» составлялся одним Николаем Водневским, то сейчас над этим работает целая команда добровольцев, членов редколлегии. В 1993 году журналы были зарегистрированы в Министерстве печати России. В 2023 году журнал прошел перерегистрацию, сменив главного редактора и учредителя. Соответствующую регистрацию прошли также журналы и в других странах. Журнал «Вера и жизнь» рассылается из Германии в 62 страны мира. От Японии до Финляндии, от Австралии до Канады, от Аргентины до Аляски. Все наши читатели стали и друзьями журнала. Благодаря их добровольным пожертвованиям журналы могут составляться, печататься, рассылаться и нести благую весть во все концы земли. Слава Иисусу Христу! Автор Вальдемар Цорн Вера и жизнь Точка зрения День за днем В наше смутное время большим утешением для нас может быть тот, кто вчера, сегодня и во веки тот же, кто является скалой, которая вовеки не поколеблется. В древнем псалме Библии противопоставляется вся человеческая слабость и недолговечность божественному величию. Псалмопевец молится «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот». Эти слова пишет муж Божий, который испытал на своем пути перемену обстоятельств и непостоянство людей. Он должен был вести народ, который почти не знал своей нужды и не видел ее. Сорок лет день за днем странствовал этот муж Божий, настоящий труд которого начался только тогда, когда ему исполнилось восемьдесят лет. Вот почему Моисей мог сказать народу «Прибежище твое, Бог древний». Второзаконие, глава 33, стих 27. Так же и Давид, царь и поэт, человек, подобный Моисею, жизнь которого была очень богата различными приключениями, охотно говорил об убежище, которым является Бог. «Ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления» Псалом 56, стих 2 и Псалом 31, стих 7 «С того времени прошли тысячелетия. Времена изменились. Во многом изменились и люди, но наши испытания остаются прежними. Только Бог не изменился в своей сущности. Кто ему доверяется, тот день за днем благословляется его неизменной любовью, тот и сегодня найдет в нем место прибежища и покоя. В своем мудром плане Бог предусмотрел для нас школу испытаний. Эта же школа является школой воспитания. Переживания у нас бывают различные, но всегда ли мы прибегали к Нему как к месту убежища? А не было ли так, что при жизненных испытаниях мы надеялись больше на людей, нежели на Бога, и от них ожидали улучшения обстоятельств? Конечно, Бог мог употребить для этого сынов человеческих. Но видели ли мы за ними Бога? Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Псалом 61, стих 10. И вот перед нами Новый год с новыми испытаниями. Принесет ли нам пользу опыт прошлого года? Не всегда мы извлекаем поучение от испытаний. И Бог нас в этом не упрекает. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова, глава 1, стих 5. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Иеремии, глава 17, стих 7. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, так и прошел год. Над миром по-прежнему стоят черные тучи, и они все больше сгущаются. Времена тяжелые, поэтому надо дорожить временем, как никогда раньше. Есть еще время для благовестия Евангелия. Возможно, в этом году исполнится наша надежда, и Господь придет, чтобы взять нас в своей обители. В служении Господу всегда возникали трудности. Так было во времена апостолов, так есть и сегодня. Поразительно то, что христиане первых веков, которым мы должны подражать, притесняемые язычниками и гонимые, молчаливые, кротко несли свой крест, и тем самым давали возможность Богу действовать могущественно. Они не выступали с петициями, не делали демонстрации, не искали своих прав. Да разве может этот греховный мир дать христианину права? Посему апостол Павел писал, «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления и воссел одесную престола Божия». Евреям глава 12 стихи 1 и 2 «Христос терпел и претерпел». Почему христиане нашего века не желают подражать своему Учителю и Господу? Там, где терпение, там действует благодать в особой мере, а там, где требуют от самого антихриста права, господствует вражда и разделение. Будем прибегать с просьбами к Господу, а не к князю мира сего. Он ничего не дает, а если даст, то не даром. За это надо будет платить своей совестью, а это смертельно опасно. Если Бог наше прибежище, то будем прибегать только к Нему, чтобы служить Ему и совершать Его дело день за днем. Он сказал, «Се я с вами до скончания века». Проявление заботы Бога Мое знакомство с журналом «Вера и жизнь» произошло в середине 80-х. Его привез из Польши или Чехословакии один из братьев нашей церкви. Для всей церкви это было целое событие. В те годы Новый Завет был большой редкостью и великим сокровищем. И тот, кто каким-то чудом его приобрел, считался счастливчиком, получившим особое благословение. И вот к нам попал христианский журнал. Его прочитали в церкви все. И еще долго говорили о прочитанном, о содержании проповеди и статей. По тому действию, которое он произвел на читающих, могу с уверенностью сказать, что через авторов и издателей действовал Бог. Изливалась Божья благодать, как вода на жаждущую землю. Вскоре журнал «Вера и жизнь» стал появляться в церкви чаще. Удивительным было то, что его содержание было актуальным для всех. Темы затрагивали самые насущные вопросы христианской жизни, как отдельных верующих, так и церквей. Забегая вперед, хочу сказать, что журнал и до настоящего времени остается особым Божьим благословением для многих, хотя ему уже 50 лет. Когда он стал доступен и появилась возможность иметь его лично, десятки тысяч верующих и неверующих оформили на него подписку. О том, каким благословением журнал был для читающих его, я знаю не понаслышке. В начале 90-х моя семья рассылала его читателям, регулярно получая обратную корреспонденцию. Множество благодарственных писем, иногда мешками. Мы получали каждый день. Люди писали о том, как Бог удивительным образом через журнал отвечает на насущные и волнующие их вопросы. Бывало, что долгое время кого-то мучил какой-то вопрос или были непонимания библейских текстов. Кто-то нуждался в совете, как повести себя в трудной жизненной ситуации. И вдруг совершенно конкретно Бог отвечал на эти вопросы разным людям через журнал. По свидетельствам многих была ясно видна Божья забота, его ответы и наставления. Некоторые даже писали, что живут от номера к номеру. Ожидание следующего номера журнала было подобно ожиданию какого-то важного события, встречи с близкими и дорогими людьми, подобно предвкушению долгожданной поездки. Некоторые читатели согласно письмам, за неимением возможности посещать поблизости христианскую евангельскую церковь и слушать проповеди и наставления, получать ободрение и поддержку, восполняли этот недостаток христианского общения и назидания через журнал. Эти письма приносили огромное ободрение и радость и нам, причастным к этому служению. Господь явно показывал, как Он заботится о своих детях. Мы зачастую не осознаем, что если Бог побуждает нас что-то писать или издавать, куда-то ехать или что-то делать, Он таким образом отвечает на чью-то нужду, потому что кто-то молится Ему, просит Его о чем-то, нуждается в наставлении. Господь на протяжении ряда лет использует для этого издателей, авторов статей и проповедей, составителей журнала. Это важно осознавать, смиренно благодаря Бога за право быть Его утешением и помощью для множества людей, быть использованными Богом для созидания Его славной Церкви. Когда я размышляю обо всем этом, меня охватывает благоговейный трепет от осознания величия Бога, Его власти и силы, сверхъестественной способности удивительным образом оказывать заботу и попечение о своих детях, и наполняются радостью и восторгом делающие в простоте и послушании то, к чему побуждает Дух Святой, который совершенно конкретно отвечает на молитвы, проявляет заботу и производит нужное наставление к совершенствованию святых и спасению грешников. Как может показаться со стороны, мы просто издаем и озвучиваем христианский журнал, заботимся о его распространении, бережно работаем над адресной базой, реагируем на обратную связь, но на самом деле мы принимаем участие в построении Божьего Царства, в уподоблении святых в образ Иисуса Христа, проявляем заботу о нуждающихся в ней, даже не осознавая этого. Если посмотреть на историю журнала «Вера и жизнь», на плоды и благословения от обычной, как может показаться на первый взгляд, периодики, то только известное нам наполняет нас восторгом и благодарностью Богу за его благодатное действие через это издание. Предполагаю, что то, о чем делились наши читатели, это только вершина айсберга, то, что Бог хотел, чтобы мы узнали для нашей радости ободрения. Все, совершаемое им через это служение, в полном объеме известно только ему. И оно великое и славное, потому что производится непостижимым в мудрости, силе и славе Богом, как ему угодно в его царстве. Благодарю Бога за всех, кто удостоился чести быть частью этого служения, за посвященность, креативность и верность. Благодарю Бога за тех, кто смиренно, послушно, верно из года в год совершает этот труд во славу Божью, являясь каналом Божьего благословения для множества людей. В прекрасной истории христианства журнал «Вера и жизнь» один из особых инструментов, используемых Богом для благословения славянских народов, для возвращения истины и наставления в вере. Слава Богу! Пастор Василий Давидюк Вера и жизнь Проза Духовная жизнь под внешним давлением Блаженны Вы, когда будут поносить Вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Евангелие от Матфея Глава 5 стих 11 Меня гнали, будут гнать и Вас. Эти слова Спасителя верны на все времена. Во всем мире сегодня верующие переносят гонение и даже мученическую смерть за Христа. Евангелие учит, что такие испытания имеют две стороны. Они помогают духовному росту, но могут стать и опасностью, подтолкнув к заблуждениям и сомнениям в вере. Именно это побудило апостола Павла написать в Фессалоникийской церкви послание «Письмо с ободрением и предостережениями». «Возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях переносимых вами». Второе послание Фессалоникийцам глава первая стихи третий и четвертый «Вера, любовь и терпение приумножаются от скорбей, только если скорби эти ради Царства Божьего, ради которого и страдаете». Однако страдания могут смутить веру, так что появляется растерянность, уныние и отчаяние, поэтому Павел учит не спешить колебаться умом и смущаться. Понимание духовных законов укрепляет христианина в страданиях, награждая его мужеством, терпением и мудростью. Айнура и Азиза «Пусть дует ветер испытаний, пусть ураган стоит стеной, ты записал меня на длани, я твердо знаю, ты со мной». Весть о Христе Айнура приняла всем сердцем и с большой радостью. Она стала посещать церковь и делиться Евангелием с другими людьми. Узнав об этом, ее родители мусульмане возмутились и запретили ей ходить в церковь, испугавшись навлечь на себя позор и осуждение со стороны соседей. Но Айнура тайно продолжала посещать собрание. Однажды мать в порыве гнева воткнула дочери вилку в голову, а потом плеснула в нее кипятком. Окровавленная и обожженная Айнура не помнила, как бежала из дома. Она укрылась у верующих. Слава Богу, ее здоровье восстановилось. Дочь решила уехать подальше от родительских глаз в большой город. Там она трудилась в церкви и продолжала благовествовать. Через полгода ей позвонил старший брат и сказал, что родители не будут препятствовать ее вере, они любят ее, очень соскучились и просят приехать к ним в гости. Айнура обрадовалась и поехала. На самом же деле родители задумали убить дочь. План был таков. Все уходят из дома как бы по делам, желательно, чтобы это видели соседи. Жертву оставляют с ее братом. Тот незаметно подкрадывается сзади к сестре, стремительно набрасывает веревку на шею, туго затягивает и вешает на какой-нибудь крюк. И все дела. Убийца незаметно уходит из дома, искренне полагая, что совершил подвиг святое дело ради Аллаха. К вечеру банда домочадцев возвращается в дом и шумно разыгрывает безутешное горе. Вопли и крики их слышны аж на улице. Приезжает милиция, составляет протокол о самоубийстве. Судебное дело не возбуждается. Соседям же безутешные родители с опухшими от слез глазами рассказывают сказки о том, что их дочь разочаровалась в христианстве и поэтому наложила на себя руки. Подобное в тех краях уже случалось не раз. Слава Богу, в случае с Айнурой злодейство сорвалось, планы убийц не состоялись. В отчаянной схватке с братом, когда он пытался затянуть на ней веревку, Айнуре удалось вырваться и выпрыгнуть в окно вместе с веревкой на шее. Спаслась чудом. Айнура вернулась к верующим и продолжила служение в церкви. Ее координаты теперь никто из родственников не знает, кроме старшей сестры Азизы, тоже уверовавшей в Христа. Азиза замужем, поэтому ее жизнью и судьбой должен распоряжаться муж. Тот обратился к Мулле за советом, что ему делать с женой христианкой. Мулла посоветовал выгнать ее вместе с четырьмя малыми детьми на улицу и жениться на другой. Несмотря на тяжкие испытания, Айнура и Азиза остались верными Христу. Они полюбили Иисуса. Самые близкие люди стали самыми ярыми врагами. Слава Богу, что есть Тот, Кто прекраснее всех сынов человеческих. Он истинный Отец, брат и друг. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 35 и 36. Слепец Стою на каменной основе, хоть яростно бушует шторм, моя надежда в вечном слове, не поколеблется мой дом. Камилл с друзьями изучал Библию. Кто-то донес на него в милицию, что он террорист, потому что в его доме собираются люди и читают религиозную литературу, а значит готовят какую-то смуту и революционный переворот. Тут же прискакали спецслужбы, конфисковали христианские книги и диски, и уже через неделю был назначен суд над Камиллом. В свидетели пошел его слепой друг Анвар, присутствовавший при обыске. Он обратился к судье. Товарищ судья, на Камилла написали ложный донос. Он не террорист. Если бы не он, меня бы на свете уже не было. Если его судят как террориста, то и меня записывайте к ним и судите тоже. Я инвалид первой группы, с детства слепой. Никогда никому не был нужен. Жить не хотелось, но появился в моей жизни Камилл. Это Божий человек. Он научил меня справляться с трудностями. Его бескорыстная помощь для меня бесценна. Поверьте, он хороший человек, глубоко верующий, он не способен на теракты. Библия, которую мы с ним читали, и за которую вы его судите, открыла мне духовные глаза. Я стал радоваться жизни и понял, что у нас есть не только физические глаза, но и духовные. Иисус пришел, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепыми. У людей есть зрение, но в действительности они, как слепые котята, не понимают, что делают, и ненавидят правду. Разве это не так? Анвар говорил так искренне, что тронул сердце не только судьи, но и всех присутствующих. Слепец сумел защитить своего друга лучше любого адвоката. Судья освободил Камилла, и он вышел из зала суда вместе со слепым Анваром. Мунира и Айгуль «Пускай сомнение вплотную, пусть мрак опасности таит, не поколеблюсь, одесную, меня всегда Господь стоит». Муниру и Айгуль забрали в милицию за христианский учебник «Духовная война». Название этого учебника послужило поводом к обвинению двух хрупких женщин в организации не больше не меньше как подготовки аж целой войны. Как это должно было осуществиться, правда, не уточнялось. В учебнике же речь шла о духовной войне как о борьбе с собственными грехами, похотью и силами тьмы. Книгу конфисковали. Отдали на экспертизу сначала в медресе, а потом каким-то важным специалистом. Слава Богу! Те не признали книгу террористической. В ней ничего нет про революции и войны. Люди боятся врагов извне, но те враги, что внутри нас, куда страшнее. Борьба с ними и есть духовная война. Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем. Через три дня женщин выпустили из железного обезьянника, но выписали им крупный штраф за несанкционированное собрание. Может, для этого и арестовывали? А книга послужила только поводом, и ни на какие экспертизы ее не отправляли? Чулпан Для веры нет ветров и бури. Ее фундамент на скале. Чем хуже виден блеск лазури, тем ярче свет ее во мгле. Христианка Чулпан читала Библию с двумя молодыми девушками. Нагрянувшие сотрудники милиции провели обыск и обвинили Чулпан в сутенерстве. Якобы она подыскивает молодым девушкам развратных мужчин, которые хорошо платят за эти услуги. Один из сотрудников сказал ей, вам Чулпан пятьдесят лет, а девушкам по двадцать. Они незамужние. Что они у вас делают? В подруге вам они не годятся? Значит тут что-то другое. Давайте сознавайтесь по-хорошему, чем вы здесь занимаетесь. Мы читали Библию. Больше ничего. Не надо нам сказки рассказывать. Вы тут продаете девушек и квартира ваша притон. Это неправда. Вы наговариваете на нас? Вы только прикидываетесь порядочной, а на самом деле являетесь тетей розой, торгующей секс-услугами. Вы способствуете распространению спида, и за это вас упрячут в тюрьму. Эти девушки развратницы, они торгуют собой, и мы это легко докажем. Это ложные обвинения. Сейчас все проверим. Отвезем вас в гинекологический кабинет и проведем экспертизу ваших клиенток. Если они окажутся не девочками, значит, они уже бракованные и использованные, и виноваты в этом вы. Вас посадят, а девушек, зарабатывающих таким образом, мы передадим их родителям и расскажем, чем они занимаются. Те сами знают, как с ними разобраться. Так и сделали. Всех женщин посадили в машину и отвезли в женскую консультацию. Врач-гинеколог, проверив девушек, подтвердил их девственность. У Чулпан взяли кровь на спид. Результат был отрицательный. Слава Богу, что все обошлось. Как могла закончиться эта история, представить несложно. Нередко нечестных врачей подкупают, чтобы они выдавали липовые справки. А еще бывает, что при обыске подбрасывают наркотики. Фируза «Куда мне падать? Подо мною тепло отцовских крепких рук. Везде дорогою земною со мною он, мой верный друг». Муж избивал жену Фирузу только за то, что она читала Библию. Однажды он пригрозил ей, «Если еще раз увижу в доме эту книгу, сожгу ее». Избитая жена ответила ему так, что сама удивилась своей решительности. «Поздно. В моем сердце ты сжечь это уже не сможешь никогда». Слова были сказаны так твердо, что муж растерялся. Она никогда не перечила ему. И вдруг такое. Сам Бог говорил через нее, чтобы не приводить мужа в ярость, Фируза прятала Слово Божие и читала его тайно. Испытания закалили ее веру. Она не отреклась от Христа и старалась свидетельствовать о нем другим. Все приходилось делать скрытно. Ей удалось привести к Богу своих внуков. Две внучки недавно приняли крещение тайно, ночью, при луне. Позже муж Фирузы умер. И теперь она имеет возможность учиться на библейских курсах. Матлюба Уверовавшую в Христа Матлюбу собственные дети упекли в сумасшедший дом. Власти узнали, что Матлюба проводит в своем доме с друзьями изучение Библии. Стали угрожать ей, но она не испугалась и продолжала это делать. Тогда они уговорили ее взрослых детей, живущих отдельно, позаботиться о матери, спасти ее от секты и сдать в дурку. Те отвезли Матлюбу в психиатрическую больницу. Но и там она старалась нести свет Христов. Не все в дурке сумасшедшие, особенно в подобных странах. Матлюба свидетельствовала о Божьей любви медицинскому персоналу. Такое заведение похоже единственное место, где можно открыто говорить о своих убеждениях. Все, что хочется. И ничего тебе за это не будет. Но худой конец можно представиться Бонапартом. Матлюба много молилась. Дети одумались, признали свою ошибку и сказали, что были словно в угаре, когда пошли на сотрудничество с милицией. Со слезами и извинениями они забрали мать из больницы. Матлюба их простила. Сейчас она продолжает вести группу по изучению Библии. Как не сломиться и не ожесточиться в страданиях и испытаниях, чтобы не потерпеть крушение в вере. Писание учит, чтобы мы взирали на того, которого пронзили. Страдающий Христос знает, как помочь. При испытании Он даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Страдания делают веру христианина драгоценнее, огнем испытываемого золота, и помогают встретиться с самим собой настоящим, понять, кто я и какова моя вера. Библия учит принимать страдания, благодарить за них и просить мудрости, чтобы пройти их правильно. Взор на Христа помогает радоваться, несмотря ни на что. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 21-22. Как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его, возрадуйтесь и восторжествуете. Первое послание Петра, глава 4, стих 13. Однажды христианин обнаруживает, что эти слова стали частью его самого. Приходит единение с Христом, и сердце наполняется небесной радостью от сопричастности, что тебе вверено разделить страдания самого Христа. Автор Ширинай Досова Вера и Жизнь Духовная статья Какая заповедь главнее? Характерной особенностью внутриполитической жизни Израиля эпохи Второго Храма была постоянная конкурентная политическая борьба между сторонниками двух представлений об основании иудейской государственности. Одна сторона стояла на позициях конституционализма и провозглашала, что основанием национального самосознания должен быть закон Моисеев. Их оппоненты были институциалистами и считали, что краеугольным камнем еврейского государства должен быть Иерусалимский храм. С одной стороны, за период Вавилонского пленения Израиль приучился жить без храма и без жертв, находя свою национальную идентичность в изучении и соблюдении закона. Сформировался социальный институт общины – синагога по-гречески собрания, где евреи рассеяния могли совместно молиться и изучать Тору. После возвращения из плена и восстановления храма евреи сохранили общинный уклад религиозной жизни. Учителя закона постановили, что на шаббат и по праздникам молиться следует, сходясь в доме собрания, по-еврейски байт-кнесет. Именно на основе синагоги возникло движение фарисеев, сторонников достижения праведности через строгое и постоянное соблюдение закона в повседневной жизни. Наиболее рьяные из них утверждали даже, что знание и соблюдение закона необходимо для спасения, и тот, кто невежда в законе проклят он. Иоанна, глава 7, стих 49. С другой стороны, соблюдение бытовых предписаний Торы становилось бессмысленным без храмовой жертвы. Жертва – основа установленного Богом церемониального закона, и если нет храма, то нет и жертвы. В этом случае соблюдение всех прочих ритуалов превращается в одну лишь видимость благочестия. Потому радикалы от институциализма утверждали, что условием спасения является неукоснительное следование предписанием о регулярных жертвоприношениях и посещение храма на праздники. С подобным разбросом мнений приходится встречаться и сегодня. Теоретически все христианские протестантские деноминации согласны, что спасение дается Богом исключительно по благодати через веру в Иисуса Христа, Его Сына. Однако одни при этом настаивают на приоритетности регулярного участия в литургии и церковных таинствах, другие на важности постоянного изучения Писания. Но в те времена проблема отнюдь не сводилась к абстрактным сферам кабинетного богословия. Все упиралось в конкретный вопрос, вопрос власти. Кто является политической элитой и обладает высшим авторитетом в обществе? Если основанием государственности Израиля считать храм, элитой будут священники и левиты. Если же Тору, то книжники и учителя закона. Именно в этом подоплека постоянно звучащего в те дни вопроса. Какая первая из всех заповедей? Что важнее, храм или Тора? И в свете этого с весьма интересной стороны открывается беседа Иисуса с народом и учениками в храме на второй день страстной недели, описанная в Евангелии от Марка, начиная с 11 главы стиха 27-го. Дело происходит на территории подконтрольной храмовой элите. Днем ранее народ приветствовал Иисуса как царя освободителя, крича ему «Асанна!» По-арамейски «Спаси же!» Псалом 117-й, стихи 25-й, 26-й. Войдя в город, Спаситель тут же направился в храм и очистил его от менял и торгующих жертвенными животными. Поэтому разговор с самого начала, касаясь вопроса власти, приобрел политический оттенок. К Иисусу подошли представители обоих элит, первосвященники и книжники, вместе с арбитрами-старейшинами, и говорили ему «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Но Иисус уклоняется от ответа, не позволяя им занять положение обвинителей. Напротив, он выдвигает им встречное обвинение, рассказывая притчу о неверных виноградарях. Они, оставив его, отошли и посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове, очередным явно политическим вопросом. Позволительно ли давать подать кесарю? Ответ учителя снова оказался не тем, который ожидали. Тогда саддукеи, приверженцы храмовой элиты, воодушевленные тем, как Иисус привел в замешательство их оппонентов, перехватывают инициативу и пытаются показать Иисусу абсурдность идеи воскресения мертвых, чтобы окончательно склонить его на свою сторону. Но он демонстрирует несостоятельность их аргументов, причем на основании почитаемой самими же саддукеями Торы. Но вот решив, что Иисус все-таки с ними, один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Но Иисус снова не принимает ни ту, ни другую сторону, а разговор, как мы понимаем, идет о власти. Он провозглашает бесспорный факт, главная заповедь «Шма-Исраэль», второзаконие, глава шестая, стихи четвертой и пятой. И тут же добавляет, что вторая подобная ей, левит, глава девятнадцатая, стих восемнадцатый. Иной больше этих заповедей нет. В соответствии с правилами, издревле принятыми у еврейских книжников, задавший вопрос должен был повторить ответ учителя, показывая, что он все понял правильно и извлек должный урок. Марк уделяет этому аспекту особое внимание. Книжник сказал ему «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного кроме него. И любить его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». То есть книжник это понял, что заблуждаются и его единомышленники, и его оппоненты. Изучение Торы не самое главное, но не главное и храмовое служение. Это всего лишь средство достижения цели, но не сама цель. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему «Недалеко ты от царства божьего». Тем не менее, среди тех евреев, что не приняли благую весть, противопоставление храма и закона продолжалось вплоть до 70-го года н.э., когда город и храм были полностью разрушены войсками Тита, будущего первого наследного императора из династии Флавиев. С разрушением храма институционный подход утрачивает свое значение, и Тора становится единственной основой национальной идентичности израильтян. Однако справедливости ради стоит отметить, что ни храм, ни Тора основаниями государственности современной нам светской парламентской республики Израиль не являются, и потому было бы ошибочно отождествлять нынешнее государство Израиль с Израилем античным. Автор Сергей Головин Вера и жизнь пережитое Исповедь ДВРовки Кто-то раньше был знаменитым артистом или доктором наук, спортсменом или политиком, но после прикосновения Духа Святого они пересмотрели свою жизнь и направили таланты на прославление Бога. Кто-то пил, курил, грязно ругался, а потом пришел к Господу и раз все плохое исчезло, как будто бы и не было. А бывшие наркоманы, тюремщики и проститутки, свидетельствующие об измененной жизни после встречи с Христом, это же вообще чудо и восторг. Слушая такие истории, испытываешь и удивление, и восхищение, и трепет перед силой всемогущего. Но вот слушают ДВРовцы, дети верующих родителей, захватывающие дух исповеди и думают «А у меня что? А глянешься в прошлое, а рассказать нечего? Ни приключений до покаяния, ни магического момента рождения свыше, после которого жизнь повернулась на 180 градусов. А кому интересно, что ты все детство и юность на церковной скамейке просидел, пел духовные гимны и молился? Подумаешь, жизнь совершенно неинтересная и пресная. А если всю жизнь это же самое происходит, то тут уж непонятно, а было ли покаяние или нет. И когда я слышу такие размышления христиан, сказанные немного в шутку или с растерянностью, а то и всерьез, признаюсь, что слегка теряюсь, особенно, когда мне доказывают, что покаяние должно быть этакой яркой вспышкой на экране, после которой зрители с восторгом начинают наблюдать за поразительными положительными изменениями в жизни и поведении покаявшегося. Да, жизнь должна показывать веру. Да, вера в Господа производит дела. Согласна. Более того, так говорит Библия. Но шаблонов покаяния нет. Господь всех касается по-разному. И что делать тем, у кого покаяние в церкви не произвело такого феерического впечатления на публику? А если у меня видимого изменения не было, что же мне теперь, начать грешить, а потом снова каяться, чтобы доказать скептикам свою принадлежность глупости Иисусу? Разве не глупость это? Я родилась в христианской семье. Мои родители были очень богобоязненными людьми, так же, как и бабушки и дедушки. Моя мама очень ревностно относилась к церкви и служению. Пела в хорах, читала духовные стихотворения, любила благотворительность. Сколько помню себя, она набирала в авоське соленья, банки с вареньем собственного приготовления, покупала пару батонов хлеба, сметану, молоко в бутылках и посещала больных и стариков. Когда у нас появилась первая машина, «Москвич», мы с семьей много ездили по окружающим маленьким общинам, ободряя верующих, которые еще оставались в селах и не уехали в город. Брали с собой проповедника, мама пела, а мы с сестрой читали в маленьких помещениях деревенских молитвенных домов стихотворения. Это было нашим служением. По пути взрослые разговаривали на разные темы, мама с папой задавали проповеднику вопросы, он отвечал из Библии, а я впитывала в себя новые мысли и размышления. Что значит пропустить богослужение, я не понимала. Четыре раза в неделю, четверг, субботу и два раза в воскресенье мама водила меня на богослужение. Невзирая на ливень, мороз или снег. Помню, после четверговых служений я прибегала домой и по радио сквозь шумовые помехи ловила передачу откуда-то из далекой заграницы, где тетя Таня, псевдоним Вера Сергеевна Кушнир, читала рассказы для детей. Мы молились, бабушка рассказывала мне библейские истории, ее Библия была исчерчена карандашом, хотя она с трудом читала по слогам. Чуть позже я начала посещать подростковый хор, потом молодежный, спевки, богослужения, посещение с молодежью маленьких церквей в округе, разборы Библии, глубокая любовь к Господу, молитвы, чтение Писания, вера в жертву Иисуса Христа, все это составляло мою жизнь. Поскольку я, образно говоря, жила в церкви и знала, что публично должна исповедать свою веру, то в одно из четверговых служений написала записку, что хочу покаяться. Мне было тогда 13 или что-то около того. Пресс-витер получил записку, зачитал ее, я вышла вперед к кафедре, осознанно помолилась и попросила у Господа прощения. У меня не тряслись ноги и руки, я твердо знала, что делала. Но этот момент не был моментом моего спасения, встречи со Спасителем. Я не знаю, когда именно Господь возродил меня к новой жизни. Его Дух дышит, где хочет, но никто не понимает, откуда Он приходит и куда уходит. И я не помню момента, когда Он коснулся меня, потому что всю мою сознательную жизнь Он жил во мне. Он передал мне веру, которая прежде обитала в моей бабушке и моей маме. Чтобы стать христианкой, нужно откровение от Бога, но когда я осознала себя как Личность, я уже верила в Него. У меня не было дохристианского прошлого. Я не знала другой жизни и не понимала, что все может быть иначе. Что заставляло меня молиться вечерами и читать Библию? Что давало сил маленькой девочке улыбаться и проходить мимо соседей, которые насмешливо кричали «Богомолка пошла!» Почему девочка-подросток была послушной и не восставала на родителей, когда нужно было идти на служение и не думала о том, что от веры в Бога можно отказаться? Мне никогда даже не приходила мысль, чтобы перестать верить в Господа Иисуса. Откуда во мне постоянно бралась уверенность, что я живу правильно и другой жизни мне не надо? Вы можете говорить и утверждать что угодно, но никто из вас не имеет права сказать, что я неправильно понимаю покаяние. Бог меня спас. Он избрал меня до создания мира и вложил в меня семя веры. Когда оно проросло? Не знаю. Не помню. И потому не могу удовлетворить ваше любопытство, представив видимые признаки покаяния. Мое поведение после внешнего исповедания веры не изменилось. Я по-прежнему посещала богослужения, по-прежнему читала Библию и молилась, по-прежнему любила Господа, по-прежнему боялась грешить. Как не курила и не пила, так и не начинала. Старалась быть послушной дочерью, хорошей ученицей в школе, по мере сил, возможностей и времени служила в церкви и помогала другим. Спустя три года в знак того, что принадлежу Господу, я приняла в церкви крещение. Какая пресная история, не так ли? Сознаю. Простите, что разочаровала вас, но разве моя жизнь это не повод особо возблагодарить Господа? Господь спасает разных людей с разным прошлым, и мне действительно радостно и приятно слушать исповеди тех, кто раньше жил мерзкой греховной жизнью и кого Бог вытащил из грязи, очистил, одарил благоуханием и всеми небесными благословениями. В судьбах бывших наркоманов, пьяниц, воров, насильников, колдунов и прочих богопротивников явно и мощно видна любовь Господа, Его сила и суверенность. И в этом проявляется Его величие. И я радуюсь и благодарю Господа, что Он так добр к погибающим людям. Но кто посмеет сказать, что в моей судьбе нет Его любви и милости? Кто осмелится сказать, что Его благодать не воскресило меня? По своей воле Он определил мне родиться в семье, которая исповедует Его имя. Есть ли в этом моя заслуга? Никакой. По своей воле Он поместил меня в церковь с самого рождения и окружил друзьями христианами. Заработала ли я каким-то образом такую привилегию? Нет. По своей воле Он избрал меня, осветил, отдал за меня своего сына. Чем я заслужила его избрание? Ничем. По своей воле Он наградил меня от грехов, за которые мне было бы стыдно, и в которых позже меня могли бы упрекнуть. Так где тут я? Я не сама себя избрала и сохранила. Нет моей заслуги, нет моих трудов, нет моей крови и пота. Меня спасли кровь и пот Иисуса. И как велик Господь, что Он решил и выполнил задуманное. Он спас и тех, кого называют отбросами общества, и меня, церковную девочку, не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Мы не заработали спасение, мы получили его по благодати. Это Божий подарок, чтобы никто не хвалился, ни я, ни они. Для меня огромное благословение, необъяснимая благодать, не знать другой жизни, жизни без Господа. С раннего детства я шла по христианскому пути, падала, разбивала нос, задавала вопросы, порой недовольствовала, плакала, но просила прощения, поднималась и шла дальше. Не знаю почему, не знаю чем заслужила такую милость, но Господь дал мне веру не сомневаться ни в его существовании, ни в его любви, ни в его действиях по отношению ко мне. Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовала о нем своей жизнью в семье, церкви и через искусство. Все эти годы Дух Святой направлял меня к изучению Его Слова и познанию Иисуса Христа, чтобы я училась больше и больше любить своего Спасителя, надеяться на Него и искать силу в Нем. Год за годом, день за днем Господь учит меня, воспитывает, дисциплинирует для того, чтобы мне было хорошо и чтобы в этом я прославила Его. Для меня многое осталось позади, но я вспоминаю милости Христовы по отношению ко мне, понимаю свое несовершенство и то, что единственная причина моей жизни в целом и в частности это Его благодать. И я стрелой лечу к цели за наградой, а награда это новая жизнь, к которой призвал нас и меня Бог через Иисуса Христа. Это мой путь веры и покаяния, это Христова благодать во мне. А ваше покаяние каким было? Спокойным и невидимым вступлением на путь, как у меня? Или мучительно громким и торжественным перевоплощением на виду у всех? Каким бы ни было наше покаяние, оно было совершенно милующим прикосновением Господа. И теперь, уже в течение короткого месяца или нескольких долгих десятков лет, оно проявляется в нашей жизни. Автор Наталья Гурмеза. Вера и жизнь к юбилею журнала. Слово остается. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Федор Тютчев В Советском Союзе духовная литература практически полностью отсутствовала. Сборники христианских гимнов, ноты для них, свидетельства, рассказы, богословские статьи – все было рукописным или напечатано кустарным способом подпольно. Открытки, поздравительные карточки, приглашения на свадьбу делались с помощью фотоаппарата. Сначала рисовали, потом фотографировали, проявляли пленку в домашней фотолаборатории и печатали фотографии. Конец 1980-х, начало 1990-х годов был периодом, значение которого трудно переоценить. Коренные изменения в общественно-политической жизни предоставили доступ к книгам и журналам, о которых и не слышали, и к тем, о которых слышали, но найти раньше было невозможно. В евангельских церквах появились Библии, песенники, христианские книги и журнал «Вера и жизнь». Шел 1992-й год. В центре города миссионерская палатка. Каждый вечер демонстрация фильма «Иисус», потом проповедь, пение хора. Но уже с раннего утра спешащие на работу калининградцы получают журнал, который им раздают молодые люди, добровольные помощники сотрудников палаточной миссии. Журнал берут все, никто не отказывается, листают на ходу. Протиснувшись в переполненный троллейбус, читают по пути на работу, а вечером приходят послушать тех, кто говорит о Господе. В городских и сельских библиотеках журнал лежит на видном месте, на столах с периодическими новинками. Школы, пансионаты, больницы получают его. В общественных местах можно прочитать свежие номера. Устоек регистратур в поликлиниках в очереди на почте в ожидании приема в общественных организациях. Теперь пришли другие времена. Сейчас невозможно на улице поставить столик и раздавать христианские журналы. Невозможно прийти в государственное учреждение и положить веру и жизнь на столик в фойе. Но такое время было. И такое время еще будет. А люди, которые как по билету приходили с журналом на евангельские проповеди, приняли Иисуса Христа в свое сердце и остались с Ним. Вот что они говорят годы спустя. Однажды в школе, где я работала, увидела журнал «Вера и жизнь». Взяла почитать, так как он не был похож на все другие периодические издания. Материал захватил, статьи очень понравились, хотя многое было непривычно. Принесла несколько экземпляров домой и показала мужу и дочке. Они тоже заинтересовались. Читать начинали с последней страницы, где публикуются письма. Нас поражали свидетельства людей, переживших встречу с Господом. «Как так может быть?» удивлялись мы. Был человек один, а потом полностью изменился. Эти чтения побудили открыть Библию, которая уже десять лет лежала в нашем доме и наконец начать читать Слово Божье. Муж предложил пойти в какую-нибудь церковь. Мы пришли в ту, в которой впоследствии покаялись и приняли крещение. Через два года муж трагически погиб. Мы с дочкой знаем, что он с Христом, и мы встретимся с ним в вечности. А вот письмо из города Гусев Калининградской области. В нашей городской библиотеке случайно увидел журнал под названием «Вера и жизнь» и сразу понял «Мое». Оба слова «И вера, и жизнь» были теми словами, смысл которых я искал. Взяв первые несколько номеров, я не только прочитал их от начала до конца, но и переписал. В начале девяностых годов прошлого века не было возможности копировать статьи или каким-то другим способом сохранить текст для себя. Оставалось только переписывать от руки. Эти журналы открыли для меня другой мир. До них я ничего не знала духовности, о смысле Библии. Пастор одной из евангельских общин говорит следующее. Для меня большой помощью является рубрика «Письмо с вопросом». К служителям часто приходят люди со сложными вопросами и ответы в журнале для меня пример. Как они подаются, как формулируются, как строится рассуждение. Я раскрываю журнал на странице с вопросами и ответами и складываю номера друг на друга в таком виде. У меня получается стопка. Ничего не надо искать, все под рукой. Времена меняются, слово остается неизменным. Автор Надежда Орлова Вера и жизнь пережитое Забота о святом святых Душепопечительство Термин христианский Если попытаться объяснить значение этого слова человеку неверующему, придется вспомнить о модной в наше время профессии психолога или психотерапевта. И хотя корень слова психология от греческого психи, то есть душа, современная психология с наукой о человеческой душе имеет мало общего. Что такое душа? Где она находится? Почему болит? Как ее лечить? На эти вопросы ни медицина, ни какая другая наука не дает вразумительного ответа. Сказать по справедливости и христианство разделяется во мнениях при определении того, что такое душа. Существует два лагеря. Трихотомисты и дихотомисты. Первые говорят, что человек имеет тело, душу и дух. Вторые настаивают, что человек имеет тело и душу, центром которой является дух. Но мне кажется, что не стоит тратить время и силы на исследование этого спора. Пусть этим занимаются богословы. Для обыкновенного человека, будь он христианин или неверующий, это неважно, особенно если с его душой происходит что-то непонятное. А помощь больной человеческой душе может оказать только знающий того, кто вдохнул дыхание жизни в человека. Ведь только после этого человек стал душою живую. И в эту живую душу или где-то поблизости наш Творец вложил Дух. Сокровенное место, где он желает обитать. Если человек живет без Бога, в его душу проникает всякая нечистота, и тогда человек страдает. Если пойти к психологу, тот найдет причину в отношениях с родителями, докопается до детских обид и травм. Но истинную причину сможет обнаружить только настоящий душепопечитель, которому сам Бог доверил опекать своих детей. Я хочу рассказать о своем опыте общения с таким душепопечителем. Зовут его Василий Иванович Давидюк. Он пастор моей церкви. Я уверовала много лет назад, когда наша церковь была маленькой группой людей, ищущих Бога. Мы все пришли из мира, как говорили верующие со стажем, которые родились и выросли в семьях верующих. Среди моих братьев и сестер были актеры, художники, инженеры, учителя. Каждый имел какой-то духовный, как мы считали, опыт. Кто-то увлекался астрологией, кто-то хиромантией, кто-то читал Блаватскую или Рериха. И в результате к нашим душам, к области наших чувств имели доступ нежеланные теперь нами гости. Мы их особо не приглашали, но заняли они это место по праву, так как мы неоднократно к ним за советом или помощью обращались. То духов вызывали, то лечились у какой-нибудь знахарки и тому подобное. И каким-то непостижимым образом в области наших чувств мы ощущали сильный дискомфорт, даже какое-то насилие. Многие считают, что когда человек кается, то Господь ощущает человеческое сердце полностью, возрождает доселе мертвый человеческий дух и творит новое творение. Наверное, это так и есть, но пока мы не выставим вон тех непрошенных гостей из нашей прошлой жизни, с нашей душой время от времени будет происходить что-то непонятное. Мы будем терять мир, нас будет охватывать уныние, беспокойство, страх, недовольство. Говорю об этом, потому что мне самой пришлось это пережить. После нескольких лет обновленной христианской жизни, я вдруг потеряла радость. Что-то угасало внутри меня, хотя причин для этого не было. Внешне все было вполне благополучно, но где-то глубоко внутри что-то ныло и болело. Что-то стремилось наружу, плакало и кричало о помощи. Если бы я пошла к психотерапевту, он нашел бы множество поводов для такого состояния. Материальные трудности, непонимание в семье, плохие жилищные условия. Можно было копнуть глубже в детство, а там всегда можно найти много старых ран. Но как христианка я знала прекрасное лекарство от житейских бед, неурядиц и неприятностей. У меня было мощное оружие, Слово Божье и молитва. Самое ужасное было то, что это не помогало. И я пошла к пастору. В жизни мне не приходилось встречать человека, более преданного Христу. Через него Бог много раз проговаривал ко мне. Многое непонятное в Слове Божьем оживало, когда мой пастор терпеливо и кротко объяснял то, что было закрыто для меня. Вот и на этот раз он увидел причину болезни моей души, мое оккультное прошлое, от которого я не отреклась. Я никогда серьезно не занималась никакими оккультными практиками, но, как и многие, читала гороскопы, не очень веря им, гадала, посмеиваясь, читала разную литературу о всяких тайных знаниях. Мне казалось это пустым, безобидным, и назвать это грехом я не могла. Но, сама не подозревая об этом, я открыла душу для нападок врага душ человеческих. Он имел доступ к моей душе и мучил меня. Он имел на это право, ведь я сама дала для этого повод. Мой пастор просто и понятно объяснил мне это. Я назвала это грехом. Мы вместе помолились, я попросила прощения, отреклась от власти сатаны и мир вернулся в мое сердце. К нашему пастору обращаются очень многие. Люди приезжают из других городов, находят его, когда он бывает в поездках в других странах. Я знаю, что очень многим помогли беседы и молитвы с ним. Люди, чьи души оказываются опутанными сетью врага, обретают свободу. Отношение к духовному поражению христиан в церквах неоднозначное. Но как человек, переживший духовное поражение и освобождение от этой кабалы, я могу сказать, что наша душа может подвергаться нападкам врага. Иногда это бывает, если мы не можем расстаться с каким-то любимым грехом. Иногда это результат наших прошлых или даже настоящих заигрываний с миром оккультизма, как это было со мной. Иногда Господь испытывает нас на прочность для какого-то важного поручения. Даже Христос был искушаем в пустыне, и Он использовал для отражения вражеских атак самое мощное оружие — Слово. Мы, дети Божьи, имеем помазание от Господа. Дух Святой учит нас, обличает, исправляет наши ошибки, помогает выпутаться из греховных пут. Но бывают случаи, когда мы не в состоянии сделать это сами. Нам просто необходима помощь. Душа попечительства в наших церквах — это не только обличение в грехах, призыв покаяться, смириться. Это помощь страдающим душам, опутанным липкой паутиной, от которой человек не может избавиться сам. Это забота о душе, о нашем сердце, о святом святых, где должен править лишь наш Господь Иисус. Слава Ему! Автор Елена Микула Свидетельство о журнале Как сегодня? Помню, как будто сейчас Советский Союз, перестройка, пала Берлинская стена, коммунизм умер, и вера в Бога над руинами безбожья обнажилась как скала. А книг христианских ноль, Библии нет, Евангелий нет, и вдруг христианский журнал «Вера и жизнь». Этого не забыть никогда. Трепетно раскрываю святые страницы в Одневский. Где же жнецы? Где? Ну и страницу за страницей. Вкушаю Акимет каждую букву святых текстов. Будто великие люди авторы зашли в гости и беседу ведут с улыбкой, с сочувствием как истинные братья. И сотворили праздник «Свет на Востоке» Вальдемар Цорн. Это отпечаталось в раз и полюбилось. Спасибо всем сотрудникам, писателям, жертвователям. Вы великие люди. Вами утешаются сердца святых. Слава Богу! Благодать с вами и ныне, и пресно, и во веки веков. Пастор Юрий «На всю жизнь» С журналом «Вера и жизнь» я познакомился в 1976 году, когда мне было 16 лет. Мой папа привез эти журналы со своей первой и последней поездки в Польшу во времена Советского Союза. В то время не каждый мог выписать такие светские журналы, как «Вокруг света», «Юный натуралист», «Огонек» и другие. Из христианских журналов были в ограниченном количестве только «Братский вестник» и «Подпольный вестник истины». Есть моменты, которые запоминаются на всю жизнь. Папа открывает чемодан, а в одежде спрятаны книги издательства «Свет на Востоке» «Мир с Богом». Существует ли загробная жизнь? Кто же он? и «Журналы», «Вера» и «Жизнь». Моя рука потянулась к журналу с обложкой коричневого цвета. Вначале я пролистал журнал, а затем начал читать вступительную статью слова главного редактора Николая Водневского и уже не смог оторваться от чтения. На одном дыхании прочитал весь журнал. Простота, доступность изложения тем, практическое применение для повседневной жизни Божьих истин, стихи веры Кушнир, свидетельство о влиянии Божьего слова на жизнь людей. Все это сразу покорило мое юное сердце. Мы делились привезенными журналами и книгами с братьями и сестрами, и эти материалы были хорошей духовной пищей и огромной поддержкой во времена духовного голода, притеснений, гонений. Журналы передавались из рук в руки и буквально зачитывались до дыр. Бог невероятно благ. Поздравляю с юбилеем сотрудников издательства журнала «Вера и жизнь». Юрий Шелестун Так оно все было. Это было в далеком 1988 году. Мне тогда было 6 лет. Моя семья два года как окончательно обосновалась на Винничине. Мой отец был военным врачом, и мы с мамой ездили с ним по миру от Восточной Германии до Дальнего Востока. Нас в семье было шестеро. Отец устроился на работу в местную поликлинику и брал дежурство на скорой. В советском обществе повеяло значительной свободой. Гласность, свобода слова, открытие храмов и церковных зданий, на площадях первые проповедники. Отец начал привозить чудные брошюры о Боге. Наша мать по приезду на новое место начала болеть и часто посещала врачей. Сначала они шутили и отправляли домой хорошо поесть, выпить чего-нибудь крепкого и забыть о проблемах. «Все у вас хорошо», говорили они. Но маме не становилось лучше, а все хуже и хуже. В итоге она слегла в постель. Отец на двух-трех работах, чтобы прокормить шестерых детей, работал как мог. Мама, будучи медиком, понимала, что дела ее плохи. Мы учились готовить, стирать, убирать под руководством мамы, заботясь друг о друге. Когда мама могла, она, несмотря на плохое самочувствие, работала по дому в огороде. Моя бабушка по линии мамы умерла в 38 лет от рака. И этот недуг пришел в жизнь и моей мамы. Врачи сказали отцу, что ничего сделать не могут. Мама с детства слышала от бабушки много о Боге, о силе молитвы, о вечной жизни. Но когда сама выросла, ей стало не до того. земная жизнь закружила и понесла своим вихрем вперед. Учеба, работа, семья, дети. А теперь пришло время задуматься о вечном. Мама начала молиться, как учила ее бабушка. Своими словами просто говорить с Богом. Когда здоровье позволяло, она посещала православный храм, смотрела телепередачи на христианскую тематику. Так мама захотела познакомиться с тем, с кем готовилась встретиться, когда окончит свой земной путь. Ей также очень хотелось иметь дома Евангелие или Библию, но в те времена это было большой редкостью. Мама попросила у православного священника, который был в хороших отношениях с отцом, Евангелие. Но он дал ей книгу о житии святых, сказав, что Библия и Евангелие ей будут трудны для понимания, а вот житие святых пойдет в назидание. Наша семья любила читать. Мы много читали книг, журналов и газет. Однажды к нам домой попал очередной номер газеты «Семья». И там среди всех рубрик и статей была небольшая статья, где было написано, что каждый, кто желает приобрести Евангелие, может написать по указанному адресу и получить его бесплатно. Когда мама прочитала это, она сразу же написала письмо. Прошло довольно много времени, и к нам домой пришел большой желтый конверт. В нем было письмо, книга голубого цвета под названием «Благая весть» и журнал «Вера и жизнь». Моя мама обрадовалась ответу на свое письмо. Но почему какая-то «Благая весть», а не Евангелие? С непониманием говорила она. Я же попросила Евангелие. Но раз пришло, то нужно прочитать. Это и сейчас звучит немного смешно, но это были ее первые шаги. Прочитав «Благую весть», мама поняла, что это и есть то Евангелие, которое она так желала. Что-то удивительное начало происходить. Сначала с мамой, потом с сестрой, а в итоге и со всеми нами. Прочитав журнал, мама написала письмо в редакцию журнала и получила ответ от брата Василия Давидюка. Он рассказал о своей семье, жизни и оформил для нас подписку на журнал «Вера и жизнь». Прошло время, и маме становилось все хуже, но она укреплялась духом, читая Евангелие и духовную литературу, возрастая в вере и сея семена веры в нас, еще маленьких детей. Однажды, когда маме было очень плохо, отец провел всю ночь возле нее, чтобы она не истекла кровью. Мама еще крепче ухватилась за Слово Божье. Она просила у Бога исцеления и жизни ради нас, детей. Не знаю, кто и как это воспримет, но Бог сделал реальное чудо. Когда отец был на очередном дежурстве, на скорой, маме стало плохо, она чувствовала боли и нам пришлось вызвать отца и скорую. Маму увезли в больницу. Для нас это была длинная ночь, но утром приехал отец и успокоил нас, сказав, что маме лучше, а через несколько дней она вернулась домой. Опухоль, которая была в моей маме, вышла из нее, как рождается ребенок, ее организм отторг ее от тела. Маме становилось лучше и лучше. Вскоре она встала с постели и была здорова, как прежде. Через некоторое время отец приобрел Библию. Жажда читать о Боге, о героях веры наполнила наши сердца. Писание еще больше обновляло наш разум, и нам многое становилось понятным. Родители перестали посещать православный храм, а стали искать христиан, которые были бы похожи на тех, о которых говорит Писание. Проходило время, мы повстречались с представителями разных конфессий, но их вероучение не соответствовало тому, о чем говорится в Писании. В 1993 году в нашу семью пришло горе. Погиб мой старший брат. Он был военнослужащим. Отец и мать посидели за одну ночь, и я впервые видел, как плачет папа. Это было тяжелое время для нашей семьи. Время шло, мы росли духовно. Однажды к нам в школу приехали Гедеоновы братья. Они проповедовали детям и учителям, раздавали карманные Евангелия. Я покаялся в тот день, и моя жизнь начала меняться. Потом покаялся мой брат. Мама с сестрой уже раньше призвали Господа Иисуса Христа в свою жизнь. Но не было ни церкви, ни друзей, которые разделяли бы наши убеждения и взгляды. Раз в неделю в наш городок приезжала евангелизационная группа. Она проводила служение в Доме Культуры, расположенном рядом с нашим домом. Пение и музыка были слышны прямо у нас в доме. Мы решили посетить их служение и познакомиться поближе. Через некоторое время мы пригласили их к себе, пообщались поближе и поняли, что близки по духу и в понимании Писания. Через месяц у нас дома начали проводить собрания для всех желающих изучать Слово Божье и познавать Бога. Через полгода у нас образовалась община из 16 человек прямо в нашем доме. Летом все приняли святое водное крещение и стали полноправными членами церкви. Осенью один брат предложил найти помещение для общих собраний и совместной молитвы. Когда мы нашли подходящее здание, выяснилось, что цена на него слишком высока, чтобы купить. Тогда мой отец предложил построить новое здание прямо на нашей земле. Бог расположил сердце одного человека и он помог нам финансами. Мы построили дом молитвы за один год. Люди каялись, принимали крещение. Мы росли в Господе, проповедовали, ездили на евангелизации в окружающие села. Также организовалось детское служение. 30-35 детей из нехристианских семей посещали воскресную школу. Мы также проводили детские христианские лагеря. Мой отец в течение 20 лет служил Господу в нашей общине руководящим братом. Многим людям засвидетельствовал и словом, и делом. В 2019 году он отошел в вечность в мире и любви с ближними и Господом. Прошло время, и мы начали служить еще в нескольких общинах. Меня руко положили. За время пандемии и карантина мы открыли еще одну общину и возобновили служение в дальней деревне, где 15 лет назад закрылась церковь. Бог вел своей рукой. Мы видели его помощь, заступничество и благословение. Есть еще много других свидетельств Божьей силы и милости, но об этом поделюсь в другой раз. А все началось с вашего письма, брат Вальдемар, с ответа, в котором было то голубенькое Евангелие и журнал. Это семя произросло и дало начало церкви и проповеди Евангелия в наших краях. Будьте благословенны вы и ваша семья. Этот труд имеет много плодов. Я и моя семья, а также все открытые у нас общины, это часть вашего посева в жизнь моей мамы, зерно, давшее добрый всход, а затем плод. Будьте благословенны. С уважением, Василий Маковей. Делиться верой, дарить жизнь. У меня особое отношение к журналу «Вера и жизнь» и особенное отношение с ним. Так сложилось, что в кругу моих знакомых не было верующих. В одной из экспедиций мне предстояла пересадка с самолета на вертолет в небольшом норвежском городке. Там пастор местной церкви и подарил мне мою первую Библию. Свободного времени на зимовке бывало достаточно. Интересных книг в библиотечке Полярной станции не было, и я решил почитать свой сувенир. Вопросов у меня возникло множество. С одной стороны, я понимал важность того, что читаю, с другой, мне было непонятно, как же с этим теперь жить. Те из моих друзей, что были знакомы с народными религиозными традициями, давали мне всевозможные рекомендации, порой весьма интересные и полезные. Но к тому, что говорила Библия, они зачастую имели весьма отдаленное отношение. Вот тут-то мне на помощь и пришли издания миссии «Свет на Востоке» и не в последнюю очередь журнал «Вера и жизнь». Он помог мне не только найти ответы, но и сформировать те критерии, по которым я научился распознавать общины верующих, где главенствует Господь и Его Слово, а со временем стать частью одной из них. В своей жизни больше всего я жалею лишь об одном, что не нашел Христа раньше. По сей день я с интересом перелистываю страницы журнала «Вера и жизнь», а прочитав отдаю его кому-нибудь еще. И уверен, они поступают так же. Доктор Сергей Головин Мое первое знакомство с журналом «Вера и жизнь». В 1982 или 1983 году нашу евангельскую церковь в Вильнюсе посетила группа братьев и сестер из Баптистской церкви города Анеби, Швеция. Когда мы на вокзале в Вильнюсе провожали гостей и прощались перед их посадкой в поезд на Таллин, кто-то из шведов незаметно передал мне небольшой бумажный пакет. Дома я развернул его, и там оказались два номера журнала «Вера и жизнь» на русском языке. В то время это был очень редкий ценный подарок. Один номер журнала был, если я правильно помню, за 1970 В нем была статья с разбором случая Будина моря из Евангелия от Марка 4 главы. Содержание статьи я не запомнил, но запомнил рисунок, который ее иллюстрировал. Маяк на скале и небольшая лодка посреди бушующего моря. Второй номер журнала был за 1980 год. Номер 32 или 38 На обложке журнала три улыбающиеся девочки примерно 9-10 лет. Номер, кажется, был посвящен празднованию Рождества Христова, хотя в журнале была фотография с праздника жатвы в какой-то церкви. Этот номер журнала запомнился мне одним коротким стихотворением. Мне казалось, что стих написал тот, кто жил в СССР. Я выучил его наизусть и неоднажды декламировал, посещая разные церкви, использовал это стихотворение в качестве иллюстрации к своим проповедям. Недавно редакция прислала мне тот номер журнала. Стихотворение было в разделе «Голоса оттуда». Название стихотворения «Слово». Человек промолвил злое слово, спохватился, вышел за порог, но проворней нас любое слово. Человек вернуть его не мог. На мгновенье слово исчезало и вставало вновь невдалеке, и слезою по щеке стекало, рану оставляло на щеке. Человек бежал, дышал устало, горький пот стирал и пыль дорог. Слово в голове его звучало, человек в погоне изнемог. Человек упал, иссякли силы, а у слова было больше сил, и с тех пор живет оно, как жило, и колючки сыплет на могилу человека, что его родил. Журнал начал издаваться в том же самом году, когда меня девятнадцатилетнего паренька призвали в советскую армию. Очень давно это было. Сменились два поколения, а журнал продолжает служить той же цели, которую поставил основатель журнала Николай Водневский. Распространение Евангелия и углубление духовной жизни верующих. Он духовно поддерживал верующих в Советском Союзе в то время, когда быть христианином было небезопасно. И сегодня он служит той же самой цели. Искренне поздравляю весь коллектив журнала «Вера и жизнь» с таким славным юбилеем. Пастор Иван Шкулис До второго пришествия Иисуса Христа Я знакома с журналом «Вера и жизнь» с 1993 года. Читаю его на протяжении 30 лет. Сегодня даже представить трудно, как я раньше жила без него. В 1994 году я приняла водное крещение и заключила завет с Господом. Журнал помогал мне делиться своей верой с родными, друзьями, соседями и коллегами, особенно в первые годы после моего обращения к Богу. Я актриса по профессии и мое свидетельство об этом самом важном событии в моей жизни было напечатано в журнале «Вера и жизнь» под названием «Новая роль? Нет, новая жизнь». Номер пять за 1996 год. Таким образом, многие мои друзья и коллеги познакомились с замечательным журналом «Вера и жизнь» и до сих пор являются его читателями. Когда я стала сотрудником христианской миссии, мои профессиональные навыки Бог использовал в служении. Я стала ведущей радиопередач и режиссером записей аудиопрограмм студии звукозаписи. Среди многих аудиозаписей есть и журналы «Вера и жизнь», которые мы записываем начиная с 2009 года. Эти аудиожурналы рассылали прежде всего слабовидящим. Работа над аудиозаписью журнала продолжается. Журнал затрагивает трудные проблемы. Многие получают ответы на острые и актуальные вопросы «Веры». Издание очень нужно и интересно как для верующих разных конфессий, так и для неверующих. «Я молюсь и верю, что журнал «Вера и жизнь», перейдя свой пятидесятилетний рубеж, отпразднует еще много юбилеев и доведет своих читателей до светлого дня Второго пришествия Христа. Слава Иисусу Христу! Людмила Максименко Иисус сказал им в ответ «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Иоанна глава 6 стих 29 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова